Дни Андрея Тарковского на Ивановской земле. В регионе проходит неделя, посвященная великому режиссеру. Мероприятие приурочено к знаменательной дате. 4 апреля нашему известному на весь мир земляку исполнилось бы 85 лет. В среду в Химико-технологическом университете прошел круглый стол «Тарковский и мы». Тема этого года и апреля 2017 года – это тема «Тарковский и зритель». Мы убеждены, что зрителя Тарковского гораздо больше умного, тонкого, понимающего зрителя. И сегодня мы предлагаем обсудить, что есть «Тарковский» в жизни разных людей. На встрече со студентами и поклонниками творчества режиссера – люди, которые были лично знакомы с Тарковским. Они рассказали о работах киномастера, его жизни и творчестве. Человек думает о сегодняшнем дне, о сиюминутных каких-то, а значит, вот для того, чтобы подумать о великом, о вечном, нужно немножечко приостановить. И вот он приостановил, он увеличивал время течения кадров в два раза, в четыре, в шесть. И, ну, некоторым не по себе, когда они смотрят фильмы Тарковского, а фильмы Тарковского прожгли западный мир. Знакомые друзья великого режиссера вспоминают, Андрей Тарковский всегда отличался необыкновенным мышлением и невероятным подходом к работе. И в каждом человеке он видел определенный образ. Он всем давал какие-то прозвища. Для него это так было удобно. Я проходил под прозвищем «Художник». Леонид Николаевич Таганов был леший. Женя Кузнецов, который приглашал Тарковского из Нижнего Новгорода, он выступал там со своим фильмом «Зеркало», и Женина была инициатива. Он его обозвал дядей Ваней. Он был влюблен в семью Тарковских и действительно напоминал чеховского персонажа. На этом Дни Тарковского в Иванове не закончатся. 9 апреля в Центральной научной библиотеке пройдет ретро-видиотека. А в ближайший понедельник в Ивановской государственной филармонии представят концерт «Достичь истины». Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.